МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все вместе эти меры должны помочь решить проблему с самовыгулом, когда хозяева отпускают собак на улицу без присмотра, и также должны привести к тому, что меньше станет количество брошенных животных. По статистике Роспотребнадзора ежегодно с бездомными собаками сталкиваются от 250 до 300 тысяч человек. Чаще всего такие встречи заканчиваются укусами. В прошлом году в медицинские организации обратилось более 228 тысяч человек. Только с начала этого года за медпомощью после укусов собак обратились в Волгоградской области 2460 человек, в Красноярском крае почти 800 человек. Как в вашем городе обстоит ситуация? Много ли бездомных, беспризорных собак? Как безопасно ли вы себя ощущаете в вашем районе? Александр Терновцов, юрист, член общественной палаты, выходит с нами на связь. Александр Валерьевич, здравствуйте. Да, добрый день. Александр Валерьевич, можете рассказать, как по вашему поправки, которые сейчас предлагаются в Госдуме, рассматриваются, помогут ли как-то навести порядок? Расскажите о них и ваш прогноз. Я бы сказал так, что не бывает обязанностей без ответственности. Если у нас есть обязанность, а нет за это ответственности, то тогда люди склонны к тому, чтобы свои обязанности не исполнять, игнорировать то, что им предписано законом. Законопроект, о котором вы только что сказали, он на самом деле был внесен еще в 2021 году, в июле месяце, в Государственную Думу. По итогам поручений президента Российской Федерации, которые были даны в результате встречи с зоозащитниками, и в последующем, учитывая то, что правительство отказалось от идеи чипирования и идеи регистрации всех животных, этот законопроект был положен в подсукну. И вот были последующие события, которые вызвали общественный резонанс, и этот законопроект достали из подсукна, и сейчас рассматривается он в втором чтении. Буквально сегодня его рассматривали коллеги депутаты. Насколько я знаю, сейчас законопроект был перенесен, его рассмотрение на более позднюю дату. Он направлен на то, чтобы ввести ответственность для владельцев животных, в частности собак. И, соответственно, направлен на то, чтобы была предусмотрена административная ответственность за нарушение закона об ответственном обращении животных. Насколько я знаю, сейчас также обсуждают возможность предоставить регионам право выбора, как регулировать в регионе численность тех самых бродячих собак. Это вызывает как раз протесты зоозащитников, потому что, по их мнению, вариант может быть только один. Стерилизация, выпуск, отлов стерилизации, выпуск снова в естественную среду. Вы как считаете, какие полномочия должны получить регионы, какие у них есть сейчас? Вы знаете, на самом деле, на сегодняшний момент у региона уже и так достаточно полномочий, позволяющий решить эту проблему. Так называемый вопрос вылова, стерилизации, вакцинации и выпуска собак, это та формула, по которой сейчас работают, она направлена в первую очередь на то, чтобы все же сам процесс был сопряжен с поиском хозяев для безнадзорных собак. Почему я говорю безнадзорным? Потому что, если говорить классическим термином юриста, у каждой собаки так или иначе есть хозяин. Просто либо она выброшена, либо хозяин ее терял, либо еще какие-то обстоятельства, либо уже потомство собак было выведено в последующем, в результате отскрещивания безнадзорных животных. По этой причине я считаю, что регионы и так достаточно полномочий. Тот вопрос, о котором вы ставите, наверное, больше всего вызвал резонанс, в результате того, что подразумевается, что регионам будет дано разрешение на эвтаназию животных. И зоозащитники, и общественные организации, и самообщество резко выступили против такого права. Ну и я считаю, конечно же, если я немножко отступлю от категории правовых, на самом деле это должно решаться на федеральном уровне и с учетом широкого общественного обсуждения вопроса. И мы, конечно, прекрасно понимаем, что вопрос былого и эвтаназии животных – это вопрос не региона, это вопрос федерации, и именно, кстати, экспертного обсуждения с вовлечением широкой общественницы должен этот вопрос решаться. Примем сейчас обязательно телефонный звонок, подождите буквально минутку. Вот важные сообщения, уже мнения телезрителей поступают по данному вопросу. В Нижегородской области больше наморников нужно, тогда будет больше дисциплины на улице. Башкортостан, никаких бездомных животных на улице в городах быть не должно, ни чипированных, ни привитых, никаких, только гуманное усыпление. Мы читаем разные версии и разные мнения. Ульяновская область не так страшны бездомные собаки, как те, что на самовыгули. Запретить выгуливать на поводке, иначе штраф. Вот как раз рассчитывают инициаторы поправок, что новые штрафы позволят как-то повысить ответственность владельцев. Как на этапе принятия решения заводить или не заводить домашнее животное, так и как раз отпускать или нет на свободный выгул, потому что если укусит, а тебе пролетит большой штраф, лучше проконтролировать его, на поводке держать. Но, а вот если вот такая собака, у которой есть владелец, но она самостоятельно гуляет, укусила, как потерпевшему понять, кому предъявлять претензии, как найти того самого владельца, с которого потом можно будет вытребовать штраф? Как вы думаете? Но это все потребует очень серьезных трудозатрат, и зачастую люди не доходят до конца пути. В этой связи я как бы рекомендую, я поддерживаю полностью сказанное вами относительно того, что нужна ответственность. Но если мы не введем систему регистрации собак, и не будем расширять перечень и категории особо опасных порог, а я отмечу, сейчас это порядка 12 категорий, хотя в первеначальной редакции, после принятия закона, подразумевалось, что будет включено более 69%. Ведь само по себе попадание в список категории опасных животных подразумевает под собой введение определенных требований к выгулу собаку. В частности, это обязательно намордник, это обязательно поводок, а во всех остальных случаях можно и выгулять просто так. Но в частности, немецкая овчарка, она не относится к породам, предоставляющим угрозу, и она может выгуляться просто без намордника. Я часто вижу случаи, когда владельцы этих собак на велосипеде едут, собака бежит рядом, пусть даже трейсированы. Но она может отреагировать внезапно на какой-то инстинктив, на какой-то страх или ситуацию, и просто покусать человека. А в этом случае дальше работают следующие механизмы. Как вы спросили, что дальше делать. У нас есть административная ответственность, но человека накажут рублем, и эти деньги поступят не гражданину, поступят государству в бюджет. Кто должен сделать гражданину? Дальше он должен написать заявление в полицию, которая с учетом статисты 18, а это наличие только тяжкого вреда здоровью, подразумевает под собой привлечение к уголовной ответственности, должна произойти до знания и привлечь к уголовной ответственности. Но это тоже процесс, это сложная процедура. И предположим, если собака укусила и нет тяжкого вреда здоровью, есть легкий вред здоровью, в этом случае хозяина освобождается к уголовной ответственности. Да, мне могут сказать коллеги, есть же гражданское право и ответственности. Можно взыскать моральный вред, можно взыскать имущественный вред. Но я всегда говорю, это говорят те люди, которые не ходят в наши суды. Напишите иск в суд и подавите его. И когда вы посидите в очередях правосудия, то вы поймете, насколько это трудный и трудоемкий процесс. И присутят вам ремонт штанины или вы приобрели какие-то лекарства, уколы, но присутят вам какие-то незначительные консенсации. Понятно, да. Спасибо вам за комментарий. Александр Терновцов, юрист, член общественной палаты России. Телефонный звонок прямо сейчас, мнение телезрительницы Любовь, Ростов-на-Дону. Здравствуйте. Здравствуйте. Любовь, слушаем вас. Ну, такое дело, вы понимаете, я когда пошла на центральный рынок в апреле месяце, на Пасху, и меня упустила собака. Но дело не в этом. Дело в том, что в этот день укусила троих. Троих человек собака укусила. И все трое мы встретились в трамп-путе. И мы, конечно, жаловались. И мы на центральный рынок жаловались. И мы этому инфекционеру и главному звонили Ростова. Мы это все, это везде звонили. Конечно, никто, ничего нам за это, конечно. Любовь, а это какая-то бездомная собака? Или это собака сторожевая на центральном рынке? Они на центральном рынке, их кормят. А потом, видно, днем выгоняют, но они-то забегают на центральный рынок. Видишь, что народ, собаки-то. Понятно. Спасибо, прикормленная. Любовь, спасибо за звонок. Еще одного эксперта подключаем. Екатерина Дмитриева, директор фонда защиты городских животных. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Хочется узнать ваше отношение. Как вы считаете, больше размер штрафов за укус животного будет ли стимулировать владельцев ответственнее подходить к тому, как его выгуливать, в принципе, заводить или нет животных? Поможет ли это решить проблему с нападениями на людей в городах? Во-первых, я хочу сказать, что проблема нападения собак на животных, она, мягко говоря, преувеличена. У нас не ходит... То есть у нас не все население через одного покусанное. У нас, если мы говорим про смерти от укусов бездомных собак или владельческих собак, то это доля процента от всех случаев смерти, от несчастных случаев. Да, у нас в ДТП погибают сотни тысяч животных, да, у нас даже в лифтах от падения людей в лифтах погибает больше людей, чем от укусов животных. Поэтому эта проблема, ну, она есть, она существует, эта проблема, но говорить о ней как о вселенском зле, но все-таки это большое преувеличение. Да, вот буквально накануне, в апреле 2019-го, если я не ошибаюсь, как раз не смогли помочь. 16 апреля в Оренбурге животные загрызли насмерть 8-летнего ребенка. Я думаю, что когда речь идет о угрозе здоровья, жизни людей, говорить о том, что, ну, это же не миллионы, ну, как бы не очень корректно. Как вы считаете, что могло бы помочь решить проблему? Не очень корректно, с одной стороны. С другой стороны, мы же сейчас не говорим о запрете высотного строительства. Только потому, что люди падают в лифтах, и, к сожалению, есть несчастные случаи. Правильно? Мы так речи не ведем. И эти случаи, они муссируются в СМИ не так широко. Смотрите, это было месяц, более месяца назад этот случай. До сих пор все СМИ про это говорят. Это, безусловно, это трагедия, да, но за вот этим обсуждением, таким массовым обсуждением СМИ, идут поправки в законодательстве, да, которые сейчас у нас уже приняла Госдума в первом чтении практически о легализации эвтоназии бездонных животных. Да, поэтому, то есть у нас есть проблема, да, и то, как она подается, приводит к тому, что у нас просто животных будут эвтоназировать тысячами, сотнями тысячами. Ваш взгляд на эту проблему хочется узнать. В чем, в какой плоскости лежит решение по-вашему? Решение, все вот эти проблемы идут от того, что у нас чудовищное перепроизводство вообще животных в стране. У нас огромное количество животных на руках населения. Часть этих животных остается невостребованным. У нас люди разводят животных. Это, я не говорю про породное разведение, я говорю просто про разведение собачьи-кошки, что должна родить для зообизнеса, который разводит животных, имеющих, не имеющих породную ценность, но имеющих признаки породы, да. И, естественно, вот эти, плюс же население наше не стерилизует животных, и опять помет этих животных оказывается на улице, и уже через несколько месяцев они опять вступают в этот цикл размножения. И решение проблемы идет сокращение количества животных у населения. То есть это всеобщая поголовная стерилизация, мораторий на разведение ни пары животных, не имеющих племенной никакой ценности. И когда мы сократим количество животных, мы уже можем говорить про борьбу со следствием. А причина, она такая. Причина в том, что у нас животных больше, чем людей, готовых взять ответственность за этих животных. Понятно. Стерилизация и, как следствие, меньшее количество животных на руках у населения с теми, кто уже оказался на улице. Что делать? У нас есть 498 закон, согласно которому животное должно быть отловлено, стерилизовано. Если животное не проявляет признаков агрессии, возвращено на место его обитания. Но в первую очередь это стерилизация, конечно. Если животное проявляет признаки агрессии, то, согласно законодательству, оно должно содержаться в приюте. В регионах приютов у нас практически нет. Понятно. Как саботировали, то в 5 лет идет саботаж 498 закона и программы ОСВВ. Поэтому говорить о том, что программа не работает, чуть-чуть, так скажем, неправильно. Потому что программа не работала толком ни одного дня. Спасибо. Екатерина Дмитриева, директор фонда защиты городских животных. Послушаем телефонный звонок. Наталья Воронеж. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я по поводу чипирования. Собак чипируют и выпускают. Они сбиваются в стаи, потому что им надо что-то есть. Это не выход. Я живу в частном секторе и с собакой уже второй год не могу выходить на улицу. Только по набережной, где вода, там их нет. А так я раза три попадала, когда на меня неслась эта стая, и я не знала, куда мне бежать. Поэтому чипирование и выпуск собак ничего не решит, к сожалению. Да, понятно. Спасибо вам за ваш звонок. Вот поступает информация, что Госдума приняла только что закон о штрафах за укусы собак в третьем окончательном чтении. Подключаем к разговору еще одного эксперта. Ольга Качалкина, кинолог, руководитель научно-практического центра исследования психики млекопитающих. Здравствуйте. Да, еще раз слышно, не очень понятно. Вы нас слышите? Да, я вас хорошо слышу. Да, Ольга Александровна, как вы считаете, как можно решить проблему с собаками, которые сейчас находятся на улицах городов, как избежать нападений на людей? Что здесь? Штрафы? Какое должно быть наказание для владельцев? Или какие меры могут помочь решить эту проблему? Вы знаете, над этим бьются очень многие специалисты на всей планете. И это действительно очень многофакторная проблема, и она не решается каким-то одним способом. К сожалению, сейчас то, что я вижу в принятии законов, это позиция либо вот этих бродячих, безнадзорных, как бездомных собак. Их жалко, и нужно их защитить. Да, это позиция чаще зоозащиты. Или противоположное мнение, то, что страшно, они опасны, их быть не должно вообще. На самом деле, конечно, всё чуть сложнее. Эти собаки не одинаковые, они котируются по связи с человеком. У нас такие, говорю, три основных способа взаимодействия с человеком у бродячих собак. То есть это либо собаки так называемых сторожей, или собаки на каких-то складах, предприятиях, где у них есть кто-то, кто их кормит, кто их обслуживает, кто-то, кто их гладит. Они в взаимодействии с человеком, и они, в общем-то, довольно близки, они формируют связь с человеком. Есть действительно истинно безнадзорные собаки. Это синантропы, которые проживают в городах, они могут питаться за счёт человека. У них есть такое поведение выклянчивания еды. Но связи с человеком никакой эмоциональной они не образуют. И есть абсолютно дикие животные, фералдог так называемые. Это полностью дикие собаки, которых мы с вами вряд ли когда-нибудь увидим. Они боятся и избегают человека. И, конечно, одинаково решать с ними проблему нельзя. По какому-то мировому опыту, по поводу использования одного способа, это отлов или усыпление или ещё что-то, на мой взгляд, невозможно делать что-то одно, каким-то одним способом решить эту проблему. Мировой опыт показывает, что все более-менее успешные истории, когда количество безнадзорных животных уменьшается, в этих странах использовались больше, чем один метод. Это, например, в конкретной ситуации, в конкретной местности это отлов стерилизации выпуск. Если это лояльная пчеловеку стая, она там долгое время проживает. Потому что, как мы знаем, экологическая ниша не может быть пустой. То есть, если мы просто оттуда вынем собак, там появятся либо другие собаки, либо какой-то другой представитель вот этой вот кормовой ниши, территориальной. Поэтому зачастую, да, действительно, вот этот отлов стерилизации, они гораздо более продуктивны, чем просто вывод оттуда собак. Но если мы говорим о небезопасных для человека собаках, о нападениях, о каких-то опасных историях, где люди не могут куда-то пройти из-за того, что там обитает стая, которая нападает на людей, и, конечно, этих собак нужно убирать, потому что человек должен быть в безопасности в этой ситуации. Да, давайте прервемся на минутку, послушаем телезрительницу Элины из Ленинградской области. Элина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаем. Мы проживаем по адресу деревни Оброд, Лужский район, Ленинградская область. Год назад у нас произошел случай, у нас собака есть хаски, и мужчина, гулявший со своей собакой, очень большая собака, серьезная такая, без намордника, она пала на мою собаку и на меня. Хорошо муж вовремя среагировал, как-то отбились от этой собаки. Неоднократно эта собака загрызала собак в ближайших деревни, вот Новый Брод в Броде, недавно загрызла собаку, женщину покусала. Милиция бездействует, все жители знают, что есть такая собака, и опасно находиться, ну даже когда человек гуляет, без намордников собака. Понятно, хорошо, спасибо вам за то, что рассказали об этом эпизоде. Ольга, если можно, разъясните, пожалуйста, вы говорите, что зависит, конечно же, от породы, опасные, не опасные, есть определенные, понятно, склонности, да, там есть разные породы, но условно того же, ну давайте прям утрированный пример, там той интерьера разозлить, не покусает, потому что породы добродушные, или что? Мы можем так жестко, такие жесткие критерии выставлять, эти опасные, эти абсолютно нет, если оказались на улице? В первую очередь я говорила о тех собак, которые безнадзорные, там, конечно, никакой породы нет, и популярный миф, что они создаются из выброшенных домашних животных, он на самом деле миф, что касается вот именно бродячих собак, да, и сложно сказать, абсолютно безопасными они, никакие из них быть не могут. То же самое касается домашних породных животных, есть собаки, которые по своему природному, да, поведению, по своим выведенным породным характеристикам более склонны к возможности борьбы с человеком, да, которые могут кусаться, это, да, там, служебные породы, это вот то, что использовалось. Понятно, что если мы говорим там о тойтерьере, то степень травматизации в случае покуса, она не слишком велика, да, и поэтому нам кажется, что, да, это довольно безопасно. Но наш центр вот пару лет назад проводил масштабные исследования по медицинским учреждениям детским. И мы смотрели детей, да, статистику покусов детей домашними собаками. И действительно там поражающие цифры, то есть чаще кусают свои собаки, собаки знакомых. Конечно, уровень, степень, да, травмы, ее сложность, она зависит от породы, потому что если нападает крупная собака, то это, конечно, последствия для здоровья гораздо выше, чем... Хорошо, вы говорите, не оказываются какие-то породистые собаки на улице условно. Ну, кто-то вот не подумал, взял большую собаку, чтобы дачу охраняла, дачу продали, собака оказалась не нужна, дома содержать неудобно или просто дорого стало содержать собаку. Оказался какой-нибудь волкодав, я не знаю, овчарка на улице, отловили, стерилизовали, выпустили. Она безопасна? Почему? Потому что она не выживет. Дело в том, что, действительно, для того, чтобы собака могла успешно питаться, в первую очередь, на улице и выживать, у нее с раннего возраста должен быть опыт. Да, у нас есть такие определенные механизмы антогенеза, когда вот в раннем антогенезе – это раннее развитие, когда щенки, потому что мы незрелорождающиеся, мы должны изучить тот мир вокруг себя, в котором мы будем жить, и к нему подстроиться. Поэтому домашние собаки, которые привыкли к поводку, к выгулу, к корму в миске и к человеку, они зачастую совершенно не способны прожить на улице более трех суток, потому что они попадают под машину, они попадают в стаи, их, конечно же, не принимают. И это, на самом деле, самый удобный критерий. Если мы посмотрим с вами даже сейчас видео, которое у вас показывается про бродячих собак, там нет ни одного породного животного. Понятно. Итак, можно сказать с уверенностью, что в Госдуме приняли штрафы за укусы собак. Давайте покажем еще раз, какие это штрафы. Напомним, что теперь грозит владельцам. Максимальный размер штрафа составит 200 тысяч рублей для юридических лиц. Наказание для граждан от 10 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей. Это если укус нанес вред здоровью. В окончательном третьем чтении сегодня эти штрафы приняли поправки к закону, и штрафы в них приняли в Госдуме. И еще раз, Ольга, хочется ваше мнение узнать. Сейчас внутри тех же поправок как раз речь идет и о предоставлении регионам права выбирать, каким образом регулировать численность бродячих собак на территории. Что изменится, какие методы выберут регионы? Ваше мнение, какие нужно выбрать? Какой комплекс? Мое мнение, что нужно выбрать все-таки экспертный подход. Не эмоционально страшно или жалко, а то, что есть огромное количество специалистов по поведению животных, которыми нужно конкретно на местах с каждым муниципалитетом разрабатывать свои программы относительно этой местности. И где-то, да, действительно, с одной стороны, наше государство обеспечивает нам защиту от каких-то агрессивных ста, и с другой стороны, эти животные будут жить. Все равно мы вынуждены, мы точно будем жить с собаками, окружающими нас на улицах. Понятно. Их окончательно убрать никаким способом не получится. Спасибо. Ольга Качалкина, кинолог, руководитель научно-практического центра исследования психики млекопитающих. Обсуждали, что делать с бродячими собаками, как предотвратить нападение на людей. Это был дневной выпуск программы «Отражение». Провела его я, Тамара Шорникова. Мне помогали вести эфир переводчики жестового языка Маргарита Старцева и Мария Зизина. Спасибо вам за активное участие, за ваши звонки и сообщения, вопросы и комментарии. Вечером встречайте моего коллегу Виталия Млечина. Ну а я прощаюсь с вами. До завтра. Счастливо.